Уважаемые телезрители, я надеюсь, что мы снова в прямом эфире, поскольку мы уже стартуем не первый раз во второй части, но вы видите, несмотря на все преграды, мы снова в эфире, а программа «Катсон, Котлеровский, итоги», либо, как вы удачно сформулировали, Юрий Ильич, «Катсон, итоги, Котлеровский и того». В общем, такая комплексная передача, комплексное название, я надеюсь, что вы не будете переключаться всю вторую часть и будете с нами на протяжении всего эфира. Юрий Ильич, во второй части мы с вами поговорим о Европейской комиссии. Европейская комиссия — это исполнительный орган, исполнительный институт Европейского Союза, и, безусловно, Украина, которая имеет соглашение ассоциаций с Европейским Союзом, зависит от политики, проводимой Европейской комиссией. Как вы относитесь к тем изменениям, которые мы сейчас увидели в Европейской комиссии? Мы видели изменения? Ну, конечно. Назначена, Ильич, назначена новая Европейская комиссия под руководством госпожи Урсулы фон Яйин. Вы знаете, если бы они существовали года три уже в этом составе, я бы имел возможность вам сказать, что я никак не... Подождите, Европейский парламент проголосовал за новую состав Европейской комиссии по представлению Европейского Света, стоящего из глав государства. Все замечательно. Возглавил Европейскую комиссию бывший министр обороны Германии. То есть, как минимум, есть две новости. С одной стороны, представитель Германии возглавляет Европейскую комиссию, А с другой стороны, бывший министр обороны Германии возглавляет Европейскую комиссию. На ваш взгляд, все-таки, в какой степени изменится отношение между Европейским Союзом и Украиной? И даже если, как бы, абстрагируясь от самой Европейской комиссии, какие векторы развития вы видите? Отвечая насчет векторов развития, мне слабо. Нужно знать материалы и быть в курсе военной доктрины, чем она отличается от предшественников. У меня нет такой информации. Нет ничего, что вам было слабо. Хорошо, спасибо за комплимент. Если позволите, я продолжу. Значит, на самом деле, эти ребята меняют шилы на мыло, потом ждут каких-то результатов, значимых в нашем понимании. Там не то, что нету, там быть их не может. Не затем существуют эти комиссии. Им нужно, вообще говоря, как-то жить. Они должны придумывать всякого рода акции. Вспоминаю замечательный наш отечественный фильм «Мимино». Когда Валяко приземлился на вертолете туда, к пастухам наверху, а там пастухи без женщин, которые месяц сидят. И он им показывает фильм. Радж Капур в смокинге сидит в ресторане, и здесь у него рядом колеблется голый живот танцовщицы. И это продолжается довольно долго, пока местный пастух не подходит к нему и говорит «Валяко, что она хочет?» Он говорит «Ничего не хочет, танцует». Так вот, эти ребята из европейских комиссий ничего не хочут, но танцуют. Им зарплату платят. Они могут сменить одну лексику на другую. Они могут придумать какую-нибудь акцию. Они совершенно не... А как вы в целом относитесь к Европейскому Союзу или нет? Положительно. Как мне вам на этот вопрос отвечать? На самом деле, эти комиссии существуют для того, чтобы обозначить факт участия мировой общественности в нашей украинской судьбе. На самом деле... Подождите, эта комиссия существует без факта участия этой комиссии в нашей судьбе. Эта комиссия существует... Эта комиссия существует, потому что эта комиссия, то есть, как бы сам политико-правовый статус этой комиссии закреплен в договоре о Европейском Союзе, то есть договоре, учредившем Европейский Союз. Поэтому эта комиссия существует. Я понимаю, на самом деле она существует не поэтому. В чем наше расхождение с вами принципиальное? Она существует, потому что что-то должно обозначать эту функцию. Висит бирка на звание. Когда бирка становится старой, меняют название и меняют обои. А менять нужно девочек на самом деле. Или они обои? Ну, не знаю, Юлия Неча, вам виднее. Я поговорю все-таки об обоях. А вы поговорите о девочках. Пожалуйста. Юлия Неча, если мы говорим о Европейской комиссии и вообще об институтах Европейского Союза, считаете ли вы эффективных вообще? Считаете ли вы сам Европейский Союз как национальную такую организацию, эффективной в современном меняющемся мире? Вы знаете, мне гораздо было бы спокойнее и столь же бесполезнее обсуждать творчество какого-нибудь Евгения Евтушенко. Потому что лапидарность и тривиальность, она должна, вообще говоря, иметь свое имя, свой облик. А подождите, с чего вы взяли, что существование комиссии – это лапидарная тривиальность? Это примерно такая же частота использования, такая же частота использования, как у всех предыдущих комиссий. У нас на самом деле, когда произошел серьезный взрыв, межнациональная конфронтация, когда мир стал катиться к военному противостоянию, выяснилось, что все эти комиссии трещают по швам, что они профессионально не готовы этим заниматься. Подождите, Юлия Неча. Я говорю о Мюнхенском сговоре. Подождите, а при чем этот Мюнхенский сговор 1938 года к Европейской комиссии, созданной в 1951-м? Потому что существуем мы по-прежнему в тех же нормах и в той же мере безответственности. Нет, тогда существовала, Юлия Неча, тогда существовала Лига Нации, которая сначала пропустила… Которая сама себя распустила. Вы просто подтверждаете мою правоту. Нет, Юлия Неча, я не подтверждаю вашу правоту, и, пожалуйста, не бегите впереди моей фразы. И, во-первых, Лига Нации пропустила и допустила Германию уже с гитлеровскую Германию в состав Лиги Нации. Во-вторых, Лига Нации закрыла глаза на аннексию и Судетской области, и фактически аннексию Австрии. Поэтому здесь я бы не сравнивал в данном случае Лигу Нации с Европейским Союзом. Я считаю, что здесь есть все основания. Это более эффективная организация. Лигу Нации можно сравнивать с Организацией Объединенных Наций, созданной в 1945 году. И насколько эти две организации не совместимы. Вам виднее, с чем здесь следует сравнивать. Я, на самом деле, стою в стойком убеждении относительно того, что с чем бы, ребята, вы не занимались, все равно вы занимаетесь ерундой. Они должны отрабатывать свои зарплаты и свой статус. В этом смысле у них все в порядке. Вы хотели бы жить в Европейском Союзе? Я не знаю, что это такое. Я еще не пробовал. Мне трудно ответить на ваш вопрос. Ильич, ну пора бы уже попробовать. Уже сколько лет существует Европейский Союз? Я готов, но они пока что, знаете, они показывают блюдо, но не дают его есть. Ильич, почему не дают есть? Это их основная функция. Ильич, почему не дают есть? Можно сесть в самолет, есть очень много, так сказать, недорогих авиалиний, поехать в Европейский Союз и посмотреть, с чем его идут. Вы на самом деле гаерствуете, вы на самом деле вроде как игнорируете сам факт, что в мире очень много неблагополучных, не только стран. А пока мы с вами здесь говорим, несколько сот людей в мире умерло от голода. Подождите, при чем? И этим должны заниматься международные организации. Подождите, при чем это факт Европейскому Союзу? Самым непосредственным образом. Но признайте, что Европейский Союз, как интеграционная модель, она самая успешная. И она не идет ни в какое сравнение, например, с тем же Советским Союзом. Вы знаете, то, что она самая успешная, это на самом деле просто страшно. Как? Она еще успешнее, чем все остальные двоечники? На самом деле нет. А почему, с чего вы взяли, что Европейский Союз это двоечник? Посмотрите на уровень жизни граждан в Европейском Союзе. И сравните его с уровнем жизни на посоветском пространстве. Они на самом деле в свое время, когда никакого Союза не было, и не было никаких других организаций типа ООН, совершенно спокойно отправляли галеоны, корабли за моря, брали рабов, продавали их, обогащались за чужой счет, создали основу своего благополучия за чужой счет, завоевывали чужие территории, заставляли местные населения. Я вам напомню, что после Второй мировой войны Европа, она была в руинах. И в целом Европа, как континент, девальвировала свою политическую и правовую значимость. Но приписывать ее подъем личности конкретно Ивана Подубного или Юрия Власова я бы не стал. Подождите, а при чем тут Юрий Власов к Европейскому Союзу? Потому что речь идет о подъеме функций. Нужно говорить о тех, кто эти тяжести мог бы на себе вытащить. Подождите, при чем Юрий Власов? У нас, к сожалению, сегодня... В Европейском Союзе был не Власов, в Европейском Союзе был Жан Моне, который возглавил верховный орган. Я думаю, что территорию нашего совершенно неинтересно, как была фамилия того, кто там сидел. Вопрос в другом. Насколько он был бесполезен? Насколько он думал о себе, о своей семье, о своей стране, а не о нас с вами? Подождите, а почему Европейский Союз? Это бесполезная международная организация? Я не сказал, что она бесполезная. Я сказал, что ее полезность весьма сомнительна. Хорошо, она эффективна? Оцените, как специалист в сфере игротехники, эффективна ли организация в Европейском Союзе? Категорически малоэффективна. Почему? Почему это не ко мне вопрос? Нет, вы говорите, что аргументируйте свою позицию, почему она не эффективна. Это как раз тот самый случай, когда мы столкнулись с нелетающим самолетом. Почему нелетающим? Почему нелетающим? Если бы это был нелетающий самолет, Европейский Союз, никто бы не стремился. А зачем был создан? Европейский Союз, как организация, вообще не свойственна ей куда-либо стремиться. Стремиться может конкретный человек, конкретная группа людей. Вот вам группа стран. Там группа стран, которые платят друг другу всякого рода взносы, скандалят по поводу судьбы чиновников, регулярно ловятся на непорядочном поведении, на всякого рода коррупционных действиях те или иные чиновники, относящиеся к европейским структурам. Но при этом... Это продолжается уже. Они прекрасно занимаются этим уже не первые... Конечно, при этом самый страшный сон российского чиновника это ограничение въезда для его детей, либо для него СОО, в Европейский Союз. Это самый страшный сон. Я пока что еще никогда не спал ни с одним российским чиновником, и не знаю, чему именно снизить его. Ильич, я вам это не желаю. Я вам не желаю спать с агрессором. Тогда не приводите его в качестве примера. Ильич, но я привожу в качестве примера, потому что Россия страна-агрессор. Мы как раз заинтересованы в санкционной политике Европейского Союза. Россия не считает себя страной-агрессором, и именно поэтому я бы не стал обсуждать это с вами. Обсуждать это надо с ними. Ильич, Россия может себя не считать страной-агрессором, но весь цивилизованный мир, и в частности Украина, считает Россию страной-агрессором. И для российских чиновников как раз бан по въезду в Европейский Союз представляет наибольшую угрозу. Это говорит о том, что Европейский Союз привлекательный как модель. В сегодняшних европейских структурах достаточно много людей, которые уже пошли на попятную, которые уже предпочитают общаться с Путиным, чем с Зеленским или с Порошенко. То есть на самом деле это все-таки в основном декларации, а не действия. Им невыгодно работать с Россией в том ключе, в котором эта работа дала бы результат. То, что вы сейчас говорите, это подтверждение формулы Лонда-Фаннерского. Они занимаются фикцией. Ильич, то, о чем вы сейчас говорите, это просто подтверждение классической формулы о том, что у Англии нет друзей, у Англии есть интерес. А то же самое у Европы нет друзей, у Европы есть интерес. Но это не говорит о том, что модель Европейского Союза, она менее привлекательная. Как раз наоборот, модель Европейского Союза, она наиболее привлекательная в сегодняшнем мире. Но я поздравляю вас и их тоже. Вы дали им высокую оценку, хотя они, с моей точки зрения, совершенно... А я хочу иметь, чтобы вы ее разделили. Я пытаюсь вас в этом убедить. Либо услышать ваши какие-то контраргументы. Вы практически не в состоянии их слушать, потому что вы регулярно меня перебиваете. Вы не дослушиваетесь до конца ни одной моей фразы. И, судя по всему, главный аргумент в этом споре для вас является... Ну, все-таки, все-таки, все-таки. Ну, согласитесь. Ну, согласитесь. Но все-таки, понимаете, если бы я имел вашу точку зрения, зачем бы вы меня показывали по телевизору? Это совершенно бессмысленное занятие. И все-таки, все-таки, все-таки... Нет, вы согласитесь со мной. Да не хочу я с вами соглашаться. И не имею для этого оснований серьезных. Больше того, я не претендую на то, что вы согласитесь со мной. Но наши телезрители видят, кто чем здесь, как бы, мечет какую икру павесную. Ильич, поверьте мне, я уверен, что наши телезрители, как раз, видя наш с вами, слыша наш с вами делов, безусловно, согласны с моей точкой зрения. Потому что понятно, что все стреляются, что у меня есть суждения. У меня тоже по этому поводу есть определенное суждение. Как вы догадываетесь, я прямо противоположное вам и высказанное. Давайте проверем референдум. Он будет куда более мирный, чем те, которые у нас планируются. Ильич, я только за, тем более студия Медиинформа позволяет нам это сделать. Напомню. Они наконец-то проголосуют против вас и скажут свою ответ. Ильич, вы знаете, вы очень самонадеянные. Вы как наши украинские политики, которые, как правило, идут на выборы с желанием победить, а в итоге проигрывают. Это очень лестное сравнение, но для наших украинских политиков. А для вас, Ильич? Для меня нет. Почему? Вы считаете себя лучше украинских политиков? Ну, во всяком случае, достаточного их количества я все-таки лучше. Я, по крайней мере, не обещаю делать то, что делать не собираюсь и не стану. Это уже очень серьезно. Ильич, но тем не менее, вы не в украинской политике, и вы как бы не влияете на присоединяющую нас в стране. Если бы это было не так, вы бы не звали меня в эфир. Вы бы не стали звать меня в эфир. Вы все-таки надеетесь с моей помощью воздействовать на общественное сознание. Больше давай скажу по секрету. Это уже начало получаться. Ильич, то есть вы считаете, что я вас использую в прямом эфире, пытаясь воздействовать на общественное сознание, потому что сам я не тяну этой скромной роли. Больше того, я тут даже в пассивной форме, но все равно использую вашу позицию. Использую, конечно, потому что противоставлять вам другую очень просто и легко. Особенно перед телезрителем. Ильич, но мы за сложность позиций. Я имею в виду дискуссионных позиций. Ну хорошо, давайте за сложность. Но это вроде как уже не лозунг, это скорее тост. Только, Витя Ильич, нет алкоголя. Ничего, у нас есть повод. У меня сегодня такой торжественный день, что после окончания передачи мы сможем заняться. Да, уже мы телезрители. Ильич меня скромно попросил несколько дней назад не объявлять это в передаче. Но, коль Ильич сам упомянул. Как все, что он делает, он делает поперек. Я не смею, да, и не смею перечить Ильичу. И понял его намек. Поэтому я поздравляю Ильича с днем рождения. Это был в другом, я просил его уйти из эфира. Да, то есть Ильич попросил в качестве подарка на свой день рождения, чтобы я ушел из эфира. Это действительно был бы достойный подарок. К сожалению, я отказался. Это еще и подарок телезрителям, к тому же. То есть Ильич как бы выдал ваши интересы за свои, попросил меня уйти из эфира. Я отказался Ильичу преподнести такой подарок. Но он это сделает через 5 минут. Но пообещал подумать в течение года и может быть к следующему дню рождения так и после Ильича. Вы хотите от меня избавиться в эфире? Да ну нет, почему? Я хочу избавиться от эфира. А то есть вы хотите избавиться либо от меня, либо от эфира? Нет, вы и наш эфир — это очень разные вещи. Желая избавиться от одного, я автоматически оставляю в живых другого. Я понял, Ильич. То есть вы хотите избавиться от меня и оставить себе эфир. Перестаньте мучиться с этой дилеммой, она не вашего уровня. Над этой дилеммой бьется вся мировая философия. Василий Ильич, вся мировая философия билась о выдвинутую вами дилемму. Да, и набила шишек. Ильич, видите, как, уважаемые зрители, с нами в эфире Юлиич Котлеровский, чьи дилеммы они вызывают действительно буйство мировых философов. Заметите, что он отвлекся от торжественной даты, о которой хотел объявить. Смотрите, какой непоследовательный человек. Юлиич, я не успеваю. Вы понимаете, вы вкидываете аргументы, которые не успеваю опорировать. Ну, это хорошо, что вы не успеваете. Я за этим их и выкидываю. Юлиич, вы просто сеете аргументами, как наши коррупционеры долларами. Понимаете? Я понял. Я готов поменяться с ними местами. Ага, вот, Юлиич. Значит, вся ваша критика украинских коррупционеров седина к тому, что вы там находите. Не вся, но некоторая ее часть точно. То есть вы завидуете? Нет, я обогащаюсь. Это разная. То есть вы хотите, чтобы я вам пожелал стать украинским коррупционером? Не знаю. Я не думал на эту тему. Это слишком сложная задача для меня. Думаете, не справитесь, Юлиич? Думаю, что не возьмусь. Почему? Да по разным причинам. Поздно уже немножко. Почему, Юлиич? Знаете, как вот... По определению. Седина в бороду без фребро. Хорошо. Коррупционно без фребро. Почему нет, Юлиич? Поживете с моим, вы откажетесь от этой пословицы тоже. Вот я очень не люблю готовых формул. Понимаете, вы говорите, что... Вы, журналисты, часто говорите, что это сенсация... Я не журналист, Юлиич. Вы вышли в эфир, как это вы не журналисты? Я просто спикер... Ну, тогда извините. Так я хотел сказать, что все-таки сенсация это не то, когда собака покусала человека, а это сенсация, когда человек покусал собаку. То есть, Юлиич, и правильно я понимаю, чтобы те зрители смотрели наш эфир, кто-то из нас должен другого покусать. Правильно я понимаю? Да. Чем мы уже и занимаемся целые 50 минут. Я рада всем, кто все еще смотрит. То есть, правильно я понимаю, что вы, в принципе, отрицаете цивилизованную форму эфира и в погоне за рейтингами, вы готовы просто переступить... Слово «цивилизация» вообще из всех иностранных слов одно из самых неправильно употребляемое. Дело в том, что цивилизация — это то, к чему мы еще только стремимся, но никогда в глаза не имеем. Юлиич, я уже пришел к цивилизации, думал, вы тоже. Я поздравляю цивилизацию с тем, что вы к ней пришли. Юлиич, я думал, вы тоже пришли к цивилизации. Не знаю, это не мне судить. Юлиич, у нас разная цивилизация. Моя цивилизация, она как бы не летает в облаках, а ваша цивилизация, видимо, вот к ней можно идти, не дойти. Я не знаю, как реагирует на последний тезис. Думаю, что вы тоже не знаете. Но тем не менее, Юлиич, я его произнес. И все-таки, все-таки, все-таки. И все-таки, 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 Юлиич. Оценочное осуждение. Подождите, то, что у вас день рождения, это не оценочное осуждение. Это факт, подтвержденный вашими паспортными данными. И поэтому мы вас поздравляем с днем рождения. Спасибо большое. Если вы думаете, что мы выходим из эфира, мы вам такого подарка не сделаем. Еще пять минут эфира. Но у нас есть, кстати, телефон и звонок. И давайте... А можно просто переключить, просто нажать на кнопку дистанционного управления телевизором, и проблема будет решена на корне. Уважаемые телезрители, Юлиич просто бойкотирует эфир на Медиаинформе. Но мы не дадим ему это сделать. Мы будем Юлиича продолжать информационно... Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Итак, у нас на связи украинский журналист, очень известный Василий Кремчук. Василий, здравствуйте. Да, Михаил, добрый вечер. У нас такая очень веселая передача сегодня в Одессе. Очень рады вас слышать. Напомню для телезрителей, что Василий Кремчук известный украинский журналист, который ведет рейтинговую программу на ТРК Киеве, в таком очень известном смотребельном киевском телеканале. Василий, на ваш взгляд, вот те процессы, которые сейчас разворачиваются вокруг мэра Садового, это некая симптоматика нынешнего времени, либо не стоит отдельному случаю предоставлять или наделять отдельный случай общими чертами? Добрый вечер, Михаил, ваша аудитория. Я же хотів би одразу сказать, что сегодня в своем блоге на канале в YouTube Василий Кремчук, я достаточно докладно про это говорил, тут как раз два момента, как раз вы их и позначили, и симптоматика теперешнего часа, и певные моменты, которые с правильным использованием могут впливать и визначать симптоматику именно с этого часа. Треба понимать, что у пана Садового практически 30% поддержки у Львови на передодні выборов, на сегодняшний день мало ему конкурентов. Но когда мы понимаем, что чинная влада пытается достаточно мощно закрепиться, или пробовать закрепиться на местах, мы видим, что была проба у Киеве, но даже Кличко пришел и сказал, что я буду брать на поруки пана Садового. То есть в Киеве не сталося. В Одессе вы больше знаете, и все на ваших очах происходит, что будет, и как оно иде, и ДМР, и лекарня, и так далее. До Харкова въездил президент, но пока что там тиша, кроме того, что певные политические силы на уровне области расставили своих представников. А вот Львов как-то не вашим, не нашим, так бы я даже сказал. И пробуют на зуб. А что, в каждого мера есть то, за что можно притягнуть там на, как бы, витсоточок, там витсоточок. И когда он говорит про то, что у меня там было бажание почати працювати з инвестором, и мы там селищной радой полагодились, завжди в селищной раде на догоду больше сильному, там, чи області, чи Киеву, найдутся 5-6 селян, которые будут незадоволенны тем, что, как им что-то не дали, или где-то их образов селищной ровной. Вот они визначили, что эти дылянки земельные неправильно в них забрали, которые социальными усилиями написали позов, ну и теперь происходит суд. То, что мы тут в Киеве, понимаем, ни до чего он не идет, на поруки отпустят, я думаю, 99,9%. Единый, кто в этой истории выиграет, как не странно, Виталий Кличко, который сегодня пришел, черговый раз показал, что не боится Зеленского, и стае, кроме того, что он на сегодняшний день руководит Ассоциацию Мест Украины, он стае просто всеукраинским политиком. Ну и таким чином показывает коалицию, до которой уже там долучалась Юлия Тимошенко, помните, она ездит в Загребе в Европейской народной партии, ну теперь еще мэр Садовый. Хотя у мэра Садового, знаете, львовская память. Он сегодня помнит, а завтра может и... Василий, очень коротко, Василий, очень коротко. Мы в студии также обсуждаем тему, связанную с назначением новой Европейской комиссии, нового состава Европейской комиссии. На Ваш взгляд, все-таки какая будет эта политика новоизбранной Европейской комиссии? И не считаете ли Вы, что позиция Европейского Союза в целом применительно к мирному регулированию на востоке нашей страны достаточно слабая, и Европейский Союз недостаточно участвует в судьбе Украины? Я закинчение Вашего вопроса не слышу. Если говорить о Европейской комиссии, какие планы, я Вам только хочу сказать, что первый министр Шотландии сегодня заявил про намер провести референдум за независимость. Тут Вам приблизительно очень коротко, ответ на то, чем будет заниматься Европейская комиссия, и насколько ее уважа будет прикута до проблематики Украины. Если они в вопросе газа будут співпадать, я думаю, что будет прикута увага. Если не будут, ну, будет то, что на сегодняшний день есть. Там в середине Евросоюза очень много проблем. Василий, спасибо Вам большое, что присоединились к студии Медиаинформы. Для телезрителей напомню, с нами был известный украинский тележурналист Василий Климчук. Спасибо. Да, доброе. Спасибо. Итак, мы возвращаемся в студию, Ильнич. И того. Да, и того. Не и так, а и того. Хорошо, Ильнич. Чудесное умение говорить минут десять подряд, не сказав ничего. Подведите итоги. Если все-таки возвращаться к Европейскому Союзу, почему, на наш взгляд, Европейский Союз проявляет такую, как бы, пассивность, инертность в вопросе мирного регулирования на востоке нашей страны? Он никаким активным действием не готов к принципе. Почему? Экономика Европейского Союза многократно превышает экономику России. Экономика превышает. Но превышать и участвовать есть разные вещи. Она в сравнении выигрывает. Но во взаимодействии никуда не особенно... То есть во взаимодействии внутри Европейский Союз как бы проигрывает другим сторонам. Украина для них это чемодан с оторванной ручкой. Носить трудно, а выбросить жалко. На самом деле Украина для них всех это всего лишь повод немножечко пощипать за одно место господина Путина. И все. Я думаю, что телезрители останутся в догадках о каком месте вы говорили в конце нашей передачи. Я напомню, что сегодня в эфире была программа Катсена итоги Котляревских и того. Мы поздравляем Юлия Котляревского еще раз с днем рождения. Желаем долгих лет жизни. Еще многих-многих совместных эфиров. А знали ли, что это для вас как страшный сон. Надеюсь, это страшный сон. Он все-таки получит очертание реальности. Как много вы знаете обо мне, совершенно не знаю, что на самом деле я об этом думаю. Ну, ваши страшные сны я точно знаю, Ильич. Уважаемые телезрители, увидимся уже через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин